Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем о культуре моркови, о ее особенностях и о сроках посева в условиях Подмосковья. По средним многолетним данным, спелость почвы в Московской области наступает с 20 числах апреля. В отдельные годы возможно отклонение от средней даты в пределах двух недель. Возможно также местные отклонения, связанные с местоположением участка, типом почвы. Даже на одном участке в зависимости от освещенности почва поспевает не одновременно. Холодостойкую культуру высывает, как только становится возможной обработка почвы. В самые ранние сроки можно высывать овощи, семена которых прорастают при температуре плюс 2, плюс 4 градусов, а всходы в заморозке до минус 3, минус 5 и ниже. К таким культурам относится и морковь. Сегодня мы вам расскажем о моркови, высеваемой ранней весной, летом и осенью. И некоторые особенности подбора сортов для правильного формирования овощного конвейера. Морковь – одна из немногих культур, которые в свежем виде можно употреблять круглый год. Недаром морковь является одной из основных овощных культур в мире. В первую очередь она отличается высоким содержанием каротина, который в организме превращается в витамин А. В соке моркови содержание каротина в 4 раза больше, чем в соке томата. Однако избыточное количество каротина может быть вредным, особенно для детей. Возможно также пожелтение кожи. Морковь – культура требовательна к почве. Для нормального развития корнеплодов ей необходимы супесчанные и легкосуглинистые почвы с глубоким пахотным слоем. Тяжелые почвы непригодны для выращивания моркови. Они сильно заплывают, образуя плотную корку, которая препятствует прорастанию семян. Корнеплоды, выращенные на таких почвах, сильно разветвляются. В период хранения поражаются белой и серой гнилью. Морковь сеют как на гряды, так и на ровную поверхность. Это зависит от срока посева и почвенно-климатических условий местности. Ширина междурядной при посеве для осеннего и зимнего использования моркови – 25-45 см. Расстояние между растением и вреду – 3-5 см. При загушенном посеве получается мелкий нетоварный корнеплод. Также не рекомендуется изреженный посев, так как корнеплоды перерастают. По времени различают три срока посева моркови – подзимний, весенний и летний. Выбирая сорт, помните, что отечественные сорта являются лучшими по содержанию каротина. Подзимний посев проводят за 10-20 дней до наступления заморозков. Такой посев используется только для получения раннего урожая, так как осени корнеплоды сильно грубеют и теряют качество. Ранние весенние посевы моркови производят с целью использования корнеплодов на ранний пучковый товар. Пучковая продукция – это первый самый ранний урожай корнеплодов, который собирают уже в середине июня. Хотя корнеплоды еще молодые, тем не менее они уже содержат много витаминов и питательных веществ, так необходимых нашему организму после зимы и весны. В средней полосе России, в частности нечернозомной зоне, посев моркови для пучковой продукции производится в конце апреля и в самом начале мая, то есть как только можно вести полевые работы. Чтобы получить пучковую продукцию моркови, как можно раньше стоит выбирать для посева сорта и гибриды с ранним сроком созревания. Продолжительность вегетационного периода раннеспелых сортов и гибридов моркови обычно составляет 80-90 суток. Однако для получения пучковой продукции корнеплоды использовать можно уже через 50-55 суток. Собирать раннюю морковку нужно, когда диаметр корнеплодов достигает 1,5 см. Корнеплоды такой моркови отличаются яркой окраской, сочной мякотью и сладким вкусом. Но, уважаемые друзья, скороспелость сортов и гибридов понятие относительное. В том смысле, что этот показатель в значительной степени зависит от погодных условий, а точнее от суммы эффективных температур, от региона, от расположения участка и технологии выращивания. Поэтому при оптимальных температурных условиях этот признак обычно сохраняется. Но при недостаточных температурных ресурсах скороспелость передвигается обычно на несколько суток в позднюю сторону, а при избытке наоборот. А для осеннего использования и зимнего хранения лучше сеять сорта среднеспелые или среднепоздние, и делать это рекомендуется в последних числах мая, в первых числах июня. Тогда убирать морковь можно, как обычно, после первого осеннего заморозка. Уважаемые друзья, соблюдение оптимальных сроков посева и обеспечение растений необходимой акротехникой – это подкормка, полив, прополка, ирыхление по мере необходимости – любой клочок земли можно превратить в процветающий огород, плодонросящийся ранней весны до поздней осени. И обеспечивать семью полноценными и здоровыми продуктами. Много вкусных корнеплодов вам, друзья!